Частенько получаю вопрос, а как проходит ваш день? Дорогие друзья, решил записывать вот такие коротенькие видео для того, чтобы делиться с вами какими-то наработками своими, ну и давать ответы на часто получаемые вопросы. Смотрите, сегодня понедельник, 22 мая. Понедельник, среда, пятница у нас силовые тренировки, то есть мы ездим в спортклуб. Поэтому в эти дни мы редко ходим, когда на пробежки. Делаем это в основном вторник, четверг, суббота, воскресенье. Мы не бегаем, у нас быстрая ходьба примерно 6-7 километров. Дальше обязательно каждое утро, что у нас ходит. Ну вот сегодня прям, да, что ответ на все вопросы по электронной почте, в чатах. Дальше разместили все объявления, то есть по чатам все, что нужно, это сделали с утра. Это утренняя часть. Дальше у нас уже начались пятиминутки, то есть с нашими ключевыми партнерами. Далее, понятное дело, да, то есть мы сейчас дома, то есть у нас сейчас ожидается завтрак. Наталья, что у нас на завтрак будет? Гречка, овощи на пару и курочка. Так, а что там еще вкусненькое? Запеканка творожная. Кого? Запеканка творожная. Вот, запеканка творожная. Дальше, то есть, ребят, сейчас значит у нас будет завтрак. После, ну, я уже начал, да, то есть не то, что после, то есть я после выйду снова на крылечко, ну, моя любимая часть, стараюсь все-таки, не всегда, конечно, получается, но 30-40 минут каждое утро, то есть это на чтение. То есть, ребят, читаю не для того, чтобы быть умнее там, да, философствовать и болтать по-пустому, читаю для того, чтобы наполнить свой мозг правильной информацией и для того, чтобы что-то начать применять. Читаю, еще раз повторюсь, одновременно по многу книг закладки делаю, то есть обязательно, то есть в книге. Дальше, после этого у меня будет рекрутинг до 12 часов, то есть примерно полтора-два часа. Рекрутирую сейчас в основном активными методами, то есть это переписки, это знакомство, нахожу точки соприкосновения, бородатые люди для меня очень хорошо подходят, то есть мужчины после 40 лет, то есть очень хорошо подходят. И удивительным образом обратил внимание, что приходит очень много молодых ребят, то есть цепляются, то есть на мой стиль жизни. Но я так понял, знаете, это причина в том, что они наверняка хотели бы видеть своих отцов, ну, такими, какой стиль жизни имею я. Тут, я думаю, ноги вот откуда растут. Поэтому, мужчины, если вы в возрасте после 40 лет и у вас есть сыновья, подумайте, пожалуйста, да, то есть какой вы пример показываете на данный момент и какой на самом деле хотели бы, чтобы видели ваши сыновья и дочери в том числе. Но это другая тема. Значит, дальше с 12 до 13 у меня сегодня силовая тренировка и дальше есть еще, ну, четко прям расписанный день и вечер. Ну, в общем, буду делиться каждый день своими определенными наработками. Ребята, те, кто сейчас ходят на работу и, может быть, смотрят это видео и говорят, ну, правильно, тебе везет, ты не ходишь на работу. Ребята, я тоже ходил, и Наташа ходила на работу, но только меня это очень сильно бесило, раздражало. Я очень, очень, очень был мотивирован на то, чтобы быстрее выйти на такой уровень дохода в этом бизнесе, чтобы уволиться со своей работы. А, кстати, я работал в Газпроме, если кто-то не знает. Так что, поэтому, дорогие друзья, я желаю каждому из вас поставить перед собой свои цели, нарисовать себе картинку своей идеальной, красивой жизни, своего стиля жизни. Почему мы сейчас так работаем? А потому что у меня есть своя картинка, у нас с Наташей есть своя картинка стиля жизни. И с директорами мы поделились уже, с директорами нашей команды, какой стиль жизни нас ожидает в перспективе. Вот таким вот образом, друзья, желаю всем успешной новой второй недели, седьмого каталожного периода. Все, пока-пока.